Псковский музей-заповедник В этом году на площадках Псковского музея сотрудники подготовили ряд интерактивных программ. Именно 1 сентября, в первый учебный год, мы приглашаем организованные классы из школ города принять участие в этой акции. Как появился день физкультурника? Кто такие физкультурники и почему надо заниматься физической культурой? Об этом сегодня в эфире программы «Планка», посвященной тонкостям занятий спортом и фитнесом, обсудили ведущие передачи Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко. Ты насколько духовно развит и умственно, и ты всегда физически развит. Это всегда было все вместе. И если мы сюда окунемся, то мы как раз таки увидим, что у человека всегда была потребность в движении, в самосовершенствовании и, конечно же, победе. Победе прежде всего над самим собой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Круглый стол на тему воевода Шуйский и осада Пскова Стефаном Баторием провели Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник на территории Покровского угла 30 августа. Свои доклады представили научные сотрудники музея-заповедника и историки. Детали в видеорепортаже ПЛМТВ и фоторепортаже на Псковской ленте новостей. Тема памятников в последнее время вызывает в обществе достаточно много дискуссий. Например, недавно в Пскове прошла примерка памятника князю Давмонту. Обсуждается вопрос переноса памятника Ленину в областном центре. Резонанс вызвала и установка семиметрового памятника Сталину в Великих Луках. Корреспонденты ПЛМТВ вышли на улицы Пскова, чтобы узнать у местных жителей, какой памятник стоит установить в Пскове и стоит ли это делать вообще. Ночь с 29 на 30 августа в Псковском аэропорту была отражена атака беспилотников. Появилось много вопросов, откуда были запущены дроны, как они преодолели все рубежи противовоздушной обороны, как отработали все ответственные службы и нужно ли предпринимать какие-то дополнительные меры. Подробнее об этом региональные эксперты в программе «В фокусе» на ПЛНФМ. Что делать при обнаружении беспилотника, объяснили эксперты Псковской ленте новостей. Прежде всего, в случае обнаружения беспилотника необходимо оперативно покинуть опасную зону и сообщить полную информацию о месте и времени выявления аппарата в службу спасения по номеру 112. Подробнее в материале Псковской ленты новостей. И о погоде на завтра. В пятницу, в первый день осени, днем будет облачно с прояснениями от 17 до 21 градусов тепла. Ночью ясно от 11 до 13 градусов со знаком «плюс». Ветер южно-умеренный. На сегодня это все. Я обращаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ. ПЛНТВ.